Перед нами главный тренер команды Киев-баскета Айнарс Багацкес. Поделитесь вашими впечатлениями после сегодняшнего матча и что ожидали бы такой игры в Запорожье? Почему? Сейчас будем искать одну причину. Основная причина, я думаю, у нас в голове, что мы уже мысленно были в игре, которая называется «Большая игра» будет в воскресенье. Но это очередной случай, что мы не думали о том, что есть важное то, что играем сегодня, а важное то, что будет потом. В профессиональном спорте такого не может быть. Готовились. Основная сила Запорожья – это раннее нападение, которое начинается из того, как команда соперника Запорожья играет нападение. Будут поспешные броски, будут необоснованные броски, будут потери, будут ненужные передачи, сразу получишь назад. Как-то больше или меньше это удалось закрыть. Вторая сильная сторона Запорожья, то, что мы акцентировали внимание, то, что они очень хорошо, поскольку она, скажем так, не очень высокая команда, но они агрессивная команда и хорошо идут на щит соперника. Честно, они держались в игре только благодаря тому, что они брали, может быть, надо говорить, как есть, наш щит. Они брали наш щит. Ихний номер 13, 25 очков, 9, он сыграл как бог. Он сыграл как бог. И, к сожалению, нам не нашло, что против него приставить. Где-то частично, конечно, их лидеры оба что-то забили, какие-то очки, но он был основной причиной. И от нас, я не могу сказать, что мы не играли некачественный баскетбол. У нас, так называемое, касание мяча краски, если чуть-чуть за 40, это уже хорошо. У нас было почти 60, у нас было очень много хороших бросков, свободных бросков под кольцом, за трехочковые линии. Просто мы мазали, и где-то не хватило терпения играть в защите, и за этом Запорожья классно нас наказал. Просто надо для себя, каждому из себя сделать вывод, почему это так.